Вот и прошло уже чуть больше года с момента выхода первого сезона «Звездного дитя», а также почти неделя с выхода первой серии второго сезона. Новая серия заставила меня задуматься про психологические проблемы Аканы, и, собственно, я спаркл, и сегодня мы поговорим как раз-таки об этом. Почему мы? Потому что рассуждать по поводу любимых персонажей и истории в одиночку так печально и даже скучно. Я сама не понаслышке знаю, каково это, когда любишь какое-то произведение, а никто из друзей не разделяет твоих эмоций. Поэтому добро пожаловать в комментарии, если есть какие-то свои мысли по поводу темы данного видео. Буду рада почитать и даже обсудить с тобой. Ну а теперь по поводу Аканы. Как мы помним, еще в первом сезоне у нее были жесткие проблемы, когда она играла в реалити-шоу, и на нее накинулись хейтеры. Как ей было плохо и морально, и физически. И как она дает сладо самых не лучших мыслей и решений своей жизни, но благо Аква был рядом и все закончилось хорошо. Но вроде бы все закончилось тогда весьма неплохо. И ей посоветовали играть не саму себя, а взять какой-то образ. И она стала копировать Ай. Даже начала отношения с главным героем, который обожает Ай и Хошина. Только вот, все ли так просто и действительно главная проблема актрисы была в том, что она слишком была искренней с людьми, и поэтому ей было в итоге так больно из-за хейтеров. Ах, тут все гораздо сложнее и очень много подводных камней. Акане не уверенный в себе человек совершенно, и ее беды начинаются еще гораздо раньше, чем волна хейта в интернете. А тогда, когда она начинает понимать, что единственное в реалити-шоу у кого самый низкий рейтинг. Она из-за страха, что ей дали шансы, она не оправдает ожиданий, пыталась выделиться. Но, к сожалению, это привело к буллингу и ненависти фанатов. Из-за чего, и так, будучи в весьма подвышенном состоянии, Акане, услышав все эти пожелания и злость, что были, конечно, весьма омерзительными со стороны хейтеров, даже и смотря на всю ненависть к девушке. Ну и, собственно, наша голубоволосая красавица не выдержала. По сути, копирование идеальной Аи – ли способ защитить себя? Это не решение проблемы, под этой маской все еще та же Акане. Проблема не решилась. Что и видно во втором сезоне, где девушка снова боится не оправдать ожиданий в постановке и всех подвести. Плюс к ее переживаниям по поводу просто хорошей игры и своей роли, еще добавляются переживания, чтобы ее не дотмила на сцене сама Алима Акана. Тем более, что ДСМ Аква так считает. Конечно, второй сезон только начался, и рано говорить о том, что будет дальше с актрисой театра Лауай. Но будем надеяться, что она все-таки сможет побороть свои переживания, и перестанет себя сравнивать с другими, и станет когда-то сильнее морально, чем прежде. Но также не могу не отметить, что мне очень нравится то, что она отращивает свои волосы. И все больше становится похоже на Ай. Ну а я пока что с вами прощаюсь и жду ваши доводы в комментариях. Будет очень интересно почитать, а также подписывайтесь, ставьте лайки на моем канале. Всем всего самого наилучшего!